Вот этот юный мерзавец наговорил кучу глупостей. Майкл Сидней Наки. К юному мерзавцу, а в миру видеоблогеру и журналисту Майклу Наки, телеведущий Владимир Соловьев уже который месяц дышит неровно. Провокатор и сопливый подонок – это еще мягкие характеристики, которыми Соловьев одарил Майкла, посмевшего выступить в поддержку фотографа Давида Фрэнкеля. Ну, того самого, которому полицейские летом сломали руку на участке для голосования по поправкам в Конституцию. Вряд ли ему приносят методичку, а сегодня по Майклу Наки проесться. Надо понимать, что Соловьев генерирует огромное количество контента. Чего у него не отнимешь, мозг отняли, честь и совесть отняли, все остальное тоже отняли. Даже соведущий он сам у себя отнял, но при этом трудоспособность. Понятно, что то, что он делает, и работоспособность его, она колоссальна. Он выпускает огромное количество эфиров в день, поэтому любая история, за которую он может зацепиться, он за нее зацепляется. Но цепляется Соловьев не только лично за тех, с кем не согласен. Не так давно его мишенью стал YouTube в том, что шоу телепропагандиста стало реже попадать в тренды. Это топ-50 популярных видео ведущий, кажется, увидел во всем этом злой умысел Запада. Роскомнадзор тут же отправил в корпорацию Google письмо, мол, верните нам Соловьева в тренды. Ну, а затем на тропу войны вышли депутаты Госдумы. С одной стороны, нам наносятся удара, я воспринимаю это именно так, но с другой стороны, возможность ответить на эти удары, ладно, как-то адекватно, просто элементарно себя обезопасить или встать в стойку, такой возможности у другой стороны физически нет. Поэтому поступить в Россию решили старым добрым способом. Если не запретить совсем, то, например, замедлить доступ к сайтам и соцсетям, ограничивающим государственные СМИ. В пояснительной записке к законопроекту, рожденному в этих стенах, говорится, что за последние полгода депутаты выявили как минимум 20 фактов дискриминации российских редакций. Цензуре, якобы, среди прочих, подверглись телеканалы Russia Today, Крым-24 и информационное агентство РИА Новости. Впрочем, дело наверняка не в этом. Медиаэксперт Иван Засурский говорит, что федерального телевидения, как источника информации, для миллионов россиян уже давно не существует. Ну, я думаю, что на самом деле Ютуб сейчас более влиятельен, чем телевизор, потому что Ютуб смотрит молодежь. И то, что старики уверены в чем-то, то, что у них каждый день может меняться мнение под влиянием телевизора. Стремление Кремля найти управу на неподконтрольный Ютуб объясняют предстоящим политическим сезоном в России. Он обещает быть любопытным, прежде всего из-за намерений власти во что бы то ни стало отдать Единой России две трети мандатов по итогам выборов в Госдуму. Да и кому нужны информационные разнообразия, когда под боком пример Беларуси, где президентская кампания и все, что за ней последовало, по сути, стартовало в Ютьюбе. Началось все с Сергея Тихановского. Больше людей знают про его жену, которую выбрали, скорее всего, президентом Беларусы. Но сам Тихановский начал с того, что он именно прервал эту спираль не то что молчания, но спираль неизвестности. Потому что его проект, когда он ездил и показывал людей, как они живут в Беларуси, это просто видео, смотря на которое люди понимали, что они в этом не одиноки. И ровно при прерывании монополии случаются какие-то подвижки в обществе. Потому что вам не нужно, чтобы все общество как-то получало информацию. Вам достаточно, чтобы критическое его количество начали получать эту информацию, поняли, что есть альтернатива и для потребления мнения, и для того, чтобы высказывать это мнение. Блокировка Ютьюб, если бы она была возможна технически, это отдельный вопрос. Она была бы адекватна нанесению ядерного удара по Воронежу. Потому что в Воронеже любят мультфильмы, любят смотреть разные видео, любят смотреть разные челленджи. И, конечно же, Ютьюб стал одной из самых массовых российских, в том числе, площадок. Впрочем, видимо, памятуя о безуспешных попытках блокировки мессенджера Телеграм в России, депутаты в этот раз, на удивление, трезво оценивают возможность потенциального бана Ютьюба в стране. И такую меру расценивают как такой инструмент последней надежды. Те, кто разрабатывал ядерное оружие, исходили из того, что оно не будет применяться. Поэтому, когда мне задают вопрос, а вот как технически дальше будет выглядеть блокировка Ютьюб, это все равно отвечать на этот вопрос, что обсуждать, как будет нанесен ракетный ядерный удар по Вашингтону и какие последствия там возникнут. Главный редактор российского инновещания, Арти, регулярно хвастается рекордным числом просмотров ее каналов на Ютьюбе. К достоверности этих цифр, конечно, не раз возникали вопросы, при этом Симоньян уже который месяц жалуется на бессовестную американскую цензуру, которой, по ее мнению, пора положить конец. Это очевидно, что и Ютьюб уже довольно замшеленькая такая штуковина с устаревшим интерфейсом. И в Инстаграме не все угодно и удобно. И про Ватсап мы вообще молчим. И вообще мир рванул далеко вперед. В первую очередь, мир не западный, а восточный. Нужно, чтобы наши IT-гиганты создали что-то невыразимо круче. Российские видеохостинги, впрочем, существуют уже не один год, но на том же Рутюбе дела у Russia Today идут не очень. Вот видео о доставке российской вакцины в Сербию, у которого рекордные три просмотра. Вот эта вся телевизионная показуха, она оторвалась от реальности. И в какой-то момент она зависла над реальностью. И в какой-то момент она упадет. И этот момент близок. И никакие законы о запрете Ютьюба, снижении скорости его, они не отменяют тот факт, что наша медиапропагандистская система устаревшая, как не знаю что, как паровоз. В самом Ютьюбе инициативу российских законодателей никак не комментируют. Отвечая на запрос RTVI, российское представительство Google отвергло обвинение чиновников в цензуре государственных СМИ и напомнило, что раздел в тренде хостинг формирует беспристрастно. Как именно это делается, объясняет в справочном разделе сайта. Мы применяем эти политики универсально, чтобы наши системы были непредвзяты и последовательны в отношении контента, принадлежащего различным лицам или группам, вне зависимости от их политических взглядов или других признаков. Претензии российской власти к Ютьюбу убеждены. Многие эксперты могут быть попыткой выторговать для тех же федеральных каналов выгодные условия существования на площадке. Ну, например, обеспечить попадание в тренды или заставить модераторов закрыть глаза на накрутки просмотров, потому как по их количеству государственные медиа в России чаще проигрывают видеоблогерам. Им не нужна конкуренция, им не нужно выигрывать конкуренцию. Им нужно, чтобы альтернативы не было, чтобы максимально они могли не то, чтобы выигрывать это поле, но чтобы не существовало никакого другого. И это проблема, которую они решить не очень могут. Возглавляет эту структуру власти человек, который не признает интернет буквально. Ну, то есть Владимир Путин не пользуется интернетом, не знает ничего об интернете, и говорит, что это там либо игрушка, игрушка опасная и все остальное прочее. И поэтому вся эта вертикаль, она такая. Рассматривать законопроект о санкциях против Ютьюба и других соцсетей Дума начнет уже на следующей неделе. Принять документ могут успеть до конца декабря. Это значит, что уже в новом году Кремль получит новые полномочия. И интернет в России, пускай формально, станет еще менее свободным. Андрей Ижов, Леонид Бабков, Денис Извольский, Вадим Бразголь, Дмитрий Хайтовский, Антон Сухорухов, телекомпания RTVI, Москва. Продолжение следует...